Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем серию наших передач «Тайны вечной книги», как всегда, в студии, вместе с нами, доктор Нахай Вайт. Здравствуйте! Мы закончили главу «Итро», и следующая глава, в которой мы разобрали заповеди, 10 заповедей, разобрались, кто такой «Итро», и вообще была очень интересная и важная глава, и вдруг сейчас у нас глава, вдруг я говорю, которая называется «Законы», межпатимные в рите. Первый вопрос мой. Есть заповеди? 10 заповедей? А есть законы? Да. Вот что, как это, как между ними разобраться? Есть законы, правила, заповеди, да. Дело в том, что межпатим – это со стороны ограничения. Законы? Да. Заповеди – это со стороны желательности выполнения, соблюдения. Даже там говорилось «не убей», это вы имеете в виду желательность соблюдения? В принципе, говорят они одно и то же. Каким образом человек должен уподобиться Творцу? Так. Не в нашем мире, не в том, что не убей. На этом уровне не говорится. Говорится все относительно своего эгоизма и как его преобразовать в нечто обратное из себя, подобное Творцу, свойству полной отдачи. Так. Это связи со всеми, любви и так далее. Когда в этой связи раскрывается само свойство отдачи, это вселенская, называемая Творец. Это сила. Так вот, в раскрытии этой силы есть, во-первых, наши эгоистические свойства, желания. Их 613. Они так и называются 613 неисправленными желаниями, которые мы должны исправить. То есть, обратить их применение из эгоистического к себе, для собственной пользы, иногда даже во вред другим. Так мы ощущаем собственную пользу. И обратить их в пользу для других, и через это соединиться, слиться, уподобиться Творцу. Так вот, в этих действиях у нас есть ограничения, когда я поднимаюсь над своим эгоизмом и перестаю с ним работать. Затем есть преобразование эгоизма в то, что я над ним могу совершать альтруистические действия. И затем, когда я сам этот эгоизм присоединяю к этому альтруистическому моему намерению и действую вместе с ним на благо, на отдачу. То есть, это три стадии, да? Да. Вот, допустим, вор прекращает воровать. Так, не буду воровать. Да, это первая заповедь. А вторая заповедь, когда он все свое воровское, это мастерство, еще и отдает людям. Так. Ну, в каком виде? Ну, вот, вскрывает там… Как в Огенре, помните? Да, вскрывает сель, где закрылся ребенок. Да, да, да. И тем показывает, что он был вором. Да. Вот так. Ага. То есть… Так вот, есть здесь ограничения, есть здесь подъем над эгоизмом, и есть здесь преобразование эгоизма уже в действии в альтруизм. Первое, значит, это ограничение, я не ворую. Второе, подъем над эгоизмом. Что бы мне ни дали, что бы мне сейчас ни предложили, какие бы вознаграждения эгоистические, я все равно этим не воспользуюсь. Не возобновлю свои все эти дела. А следующее, я использую вот эту вот, да, свою вот эту вот быстроту, реакции, способности, возможность войти в любую дырку, я использую для того, чтобы это отдать. Да, отдать, да. То есть только на любовь. То есть и так мы можем распределить и заповеди, да, и законы, они так распределяются. Да, но в их выражении есть ограничения правой линии, левой линии, средней линии, там, относительно себя, относительно общества, относительно Творца. В общем, много всевозможных нюансов. Ну так вот эта глава и называется «Законы». Да. Не возражаете, если мы потихонечку пойдем по законам? Да. Сколько сможем? И всего 613. И всего 613. Первый закон очень интересный. Здесь говорится так. И вот законы, которые ты разъяснишь им. Если купишь раба еврея, 6 лет он будет служить, а на 7-й выйдет на свободу без выкупа. Это еще не заканчивается на этом, но я хотел бы вас спросить. Когда-то вы говорили, что в принципе рабов не было. Потому что рабом в принципе нет. Рабов у евреев не было. Да, в действии на этой земле, то есть в историческом отрывке, такого не было. Человек, который хотел продать себя в рабство, во-первых, это было добровольно. Рабов не захватывали. Это здесь, на этой земле. Да, у евреев вообще это не принято. То есть, ну, по Торе такого быть не должно, потому что в соответствии с духовными законами, вот сейчас мы и узнаем, что такое быть рабом. Раб – это типа как домработник. Вот в наше время, или мы помним такие периоды, были много домработников, таких при людях. Няни были там. Да, 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 которые жили в доме, или приходили, убирали, или постоянно служили, вот типа там всевозможных, как и в английских домах. Но зарабатывали за это копеечку, то есть так или иначе. Они зарабатывали деньги, но они, что значит они принадлежали? Заключался очень четкий договор. Вот как и здесь сказано. Шесть лет ты обязан работать, только на седьмой год ты имеешь право выйти. То есть, если купишь раба еврея, то есть, если ты заплатишь. Да, ты платишь за это. Шесть лет он будет служить, а на седьмой выйдет на свободу без выкупа. Да, вот. Причем это не покупаешь его на невольничьем рынке, это покупаешь его у него. Имеется в виду, теперь на наших внутренних свойствах, это значит, если существуют такие желания в человеке, с которыми он не может самостоятельно работать, он только начинает с ними работать, вот проявилось во мне какое-то новое желание, и это желание еще должно расти. Оно находится на уровне неживом. Да, неживое растительное животное, и только последний человеческий, который я могу исправить сознательно на работу вне себя. Так вот, неживой уровень желания, рабский. Само желание ничего не может с собой сделать, я только могу использовать. Я его подминаю под себя, то есть, я ему указываю. Я не могу его еще с этим желанием никаким образом работать, кроме как применяя его автоматически. Оно еще не развито во мне, не развито, как в маленьком ребенке, допустим. И я с этими желаниями таким образом работаю, развиваясь в своем этом применении неживом. И у меня много таких желаний, и я их ограничиваю. Я знаю, что я ничего с ними сделать большего не могу. Это камень я кладу у дороги, да? Это желания, кстати говоря, большие. Потому что постоянно желания, которые у меня появляются, все новые. Каждое желание новое, оно большее, чем все предыдущие. Я же расту. Поэтому передо мной возникает, ну, допустим, какой-то соблазн. Какое-то вероятное наслаждение. Я его ограничиваю. Не использую для себя. Каким образом я теперь его могу исправлять на обратное применение? Вот здесь имеется в виду эти шесть лет. Шесть сферот. Или как будто шесть дней недели. И седьмой – это уже свобода. Это пока не появляется полное желание, да? Да. Вот шесть – это… Таким образом я на него вырастил экран. И я с ним дальше могу работать на следующем этапе. А следующий этап – оно свободно. Отпусти его на свободу. То есть ты сейчас с ним можешь свободно работать. Оно обрело уже у тебя осознательный экран. То есть я прошел стадию от раба к свободному человеку. Да. В этом желании. В этом желании. Не в остальных. Отлично. Вот и все. Больше ничего. И так со всеми. Не значит, что я принуждал его работать. Это я его растил, этого раба. Но ты принуждал его работать именно в таком виде. Принуждал работать на отдачу. То есть обращается к тебе как к человеку, то есть к твоему свойству человек, каким образом ты должен работать с этим желанием, которое находится на уровне человека, чтобы вырастить из него человека. Оно должно пройти стадию раба. То есть я хозяин человек, выращиваю вот это желание мое рабское. К нему ты относишься как к рабу. Это мой раб. Это мой раб, я отношусь к этому, да? Да, да. И этим расщу его? Конечно. Ты им управляешь. То есть ты гордишься тем, что в тебе есть силы быть рабовладельцем. Ой-ой-ой. Да, вот так получается, когда сказано об этом в таком ключе, то кажется, что человек гордится тем, что он вот так вот управляет своими рабами. Но можно сказать, что он, что я раба в себе выращиваю до свободного человека? Да, конечно. Да, конечно. Обязательно. Вот так выращиваю. В этом заключается весь смысл. И так я потихоньку беру одно желание, второе, третье, вот так вот и выращиваю из раба, поэтому это, наверное, первым законом стоит. Да, ну потом есть, кроме рабов, есть дети, женщины, старики и так далее. Как с ними со всеми обращаться? Мужчина считается это как хозяин, как серьезные исправленные желания внутри человека. С его точки зрения ведется повествование, каким образом относиться ко всем остальным. Для того, чтобы притягивать их к себе, исправлять, защищать, соединять и увести дальше. Понятно. Понятно. Ничего унизительного в этом оказывается нет. Нет, говорится, тот, кто покупает себе раба, покупает господина. Ой-ой-ой. То есть ты должен с ним работать, да? Конечно. Он тебе указывает... Все внимание твое на то, чтобы его растеять. Он тебя заставляет работать с ним? Да. Дальше. Если он, раб, пришел один, выйдет один, а если была у него жена, выйдет и жена вместе с ним? Да. Потому что он исправлен, он не может быть исправлен без жены и без детей. То есть он может исправляться только с женой. Да. Но есть... Но читай дальше. Да. Не будем обгонять. Если господин его даст ему жену, и та родит ему сыновей или дочерей, жена и ее дети останутся у господина, а раб выйдет один. Потому что эта женщина, естественно, потомство ее, это хозяина. Хозяин дал рабу это. Да, да, да. То есть... Своему желанию... Раб должен выкупить жену и детей. Почему? Представь себе. Он исправил себя. Так. Или хозяин исправил его в течение шести лет. Так. Так? Да. Но исправил тем, что давал ему все время силой. Давал ему жену для того, чтобы его исправить. И таким образом появились дети. Так. То есть это все за счет хозяина. Хозяин передал ему эти силы. То есть своего у него не было действия. У него не было. Сейчас теперь для того, чтобы ему работать с собой, со всем тем, что у него есть, он должен их откупить. Он должен заплатить. Им необходим экран. Он не может с ними выйти. Отлично. Я понял вас. То есть до этого не было его действия. Сейчас впервые требуется его действие. Да. Выкупить их. Вот сейчас он может работать с ним. Он уже человек, грубо говоря, не раб, а человек. Он уже может выкупить детей и выйти вместе с ним. Для этого он может снова поступить в рабство. Но уже на следующей ступени. Когда он сам себя продает. То есть уже на следующей ступени. Он теперь работает на свою жену и детей. То есть он теперь использует, да, вот это вот. Он сейчас обретает уже экран на них, чтобы выйти в целом к ли. Вот как здесь написано. И если заявит раб, я люблю господина своего, то есть его действия уже идут, и жену свою, и детей своих, не выйду я на свободу. Пусть господин приведет его к судьям и подведет его к двери или к косяку и проколет господин ухо его шилом и останется он служить ему навеки. То есть действия его, я не ухожу, я остаюсь здесь, буду их как любить, буду с ними, и буду у тебя оставаться как бы. Это уже его действие, он выращен уже из раба. Но у него уже есть свойство отдачи, он уже свободный человек, в общем-то. Но сейчас он готов работать с этим свойством отдачи. Со своим желанием. Со своим желанием. Поэтому его это желание, это хиссарон, это недостаток, дырка вот эта вот, которая получается в ухе, в свойстве бинея. То есть вот здесь в конце вот эта странная фраза, и проколет господин ухо его шилом, и останется он служить ему навеки, это означает что? Что это еще раз что-то означает? Что он берет на себя теперь работу с молхут. Это с эгоизмом. Да, с эгоизмом. То есть вот это вот ухо олицетворяет собой свойство бины, свойство отдачи. Это уровень уха. А дырка, которую делает господин, это то ощущение недостатка, которое ему еще надо исправить. Вот то, что олицетворяет его жена и дети. Значит, я в принципе не сам прихожу вот к этому недостатку. Ты не можешь его сделать. Это творец мне делает, грубо говоря. Да. Дает мне вот этот недостаток. Да. И об этом здесь говорится, да? Да, ты не можешь. Недостаток ощущаешь ты. Ты желаешь дальше справляться. Так. Ты желаешь дальше справляться. Но для того, чтобы дальше справляться, творец делает тебе это отверстие. То есть я сам не могу себе сделать дырку в ухе. Нет. Не могу. Нет. Потому что свойство бины, оно свойство совершенное. И для того, чтобы сделать в нем недостаток, для этого надо подняться на еще более высший уровень. Это уже следующая ступень, где ты будешь уже работать с вот этим новым желанием. Это совсем непросто. Совершенство сделать ущерб. Несовершенство. Это только свойство творца может быть. Поэтому он и называется буре. Делающий что-то вне себя, вне совершенства. Это невозможно. Все созданное несовершенно. И такое вот несовершенство мог сделать только творец. Это очень тяжело. Это невозможно, в принципе, нам. Мы всегда идем к совершенству. Мы здесь очень глубокие вещи с вами. На таком маленьком участке мы очень о глубоких вещах говорим. То есть в данном случае, когда появилось желание у раба стать человеком, грубо говоря, это значит, что он поднялся до уровня бины. До уровня отдающего. Свободы. Свободы. И в этот момент он говорит, я не хочу быть свободным. Это его решение происходит. Потому что я люблю свою жену и детей. Я хочу исправить это все желание, чтобы они были вместе со мной. Я хочу с ними подниматься. Подняться, да. То есть это осознание очень высокое. Это свойство бины, которое желает работать с Малхут, которое желает исправлять творение. Это очень красиво. И поэтому он навечно остается в таком случае при своем господине. И хозяин соглашается и делает ему вот это вот. У него получается слияние с Творцовым. Ведь он навечно с ним остается. Чтобы остаться с ним, у него должен быть вот этот хизарон, как мы говорим. Если он настолько вырос, что он ощущает необходимость в работе с женой и детьми, то есть сам хочет работать. Да, со своим желанием эгоистическим, может его поднимать уже дальше к себе, то тогда Творец приближает его к себе и помогает ему это сделать. Ай, красиво. Да. Вот так из стадии раба человек поднимается до стадии хозяина практически. Да, до стадии хозяина. Он от него не выходит. Он же был пассивный. То есть раб его взял... На том месте, да. Хотя он и работал у хозяина, но он работал... Как раб. Как раб. Сейчас он... Это тоже свойство раба, но это свойство раб Божий, что называется. Любящий хозяина. Да, да, да. Уже другая стадия. Достигнул бины. Осознанно. Осознанно. Красиво. Красиво. Далее разговор идет о дочери. Мы прочитаем, если захотите, поговорим об этом. Которую продают в рабство. Там и выдают замуж. А если человек продаст свою дочь в рабство, не выйдет она на свободу, так как выходят рабы. Если она не угодна господину своему, который предназначал ее себе в жены, то пусть он предоставит ей возможность выкупить себя. Чужому бы продать ее он не властен, изменив ей. Может, я прочитал слишком быстро? Я прочту еще несколько строчек. Пожалуйста. А если человек продаст свою дочь в рабство, то он сам продает дочь в рабство. Да, конечно. А кто же будет ее исправлять? То есть ее отдают кому-то в жены? Это называется рабство? Нам надо понять. Рабством называется принадлежность одного желания более сильному другому, которое может его исправить. Все, что говорится в Торе, говорится только о исправлении. Понятно. Исправлении желаний. Таким было устроено у них и общежитие. Все это их совместное, социальное. Тогда давайте еще проговорим, что такое дочь моя. Дочь моя – это те желания, которые я раскрываю, которые я сам не в состоянии исправить. Я не могу жениться на дочери. Я не могу вместе с ней производить следующие ступени – потомство. Вот это точно. Поэтому, развивая эти желания, мы развиваем вот так, что не я, как отец, соединяюсь с этим желанием, которое называется дочь, не с этим экраном я иду к ней, а другой экран, другое желание должно влавствовать над ней. И таким образом она принадлежит другому. На каком основании я ее продаю, я ее продаю на том основании, чтобы она принадлежала. То есть, недаром здесь написано, не выйдет она на свободу, так как выходят рабы. То есть, не будет этих шести лет, грубо говоря, да? Правильно? Вот она говорит. А если человек продаст свою дочь в рабство, не выйдет она на свободу, так как выходят рабы? Нет, потому что женское желание. Женское желание. Оно должно принадлежать уже только этой бине, в которой находится. Которому она продана. Да. Если она не угодна господину своему, тоже вопрос, который предназначал ее себе в жены, то пусть он предоставит ей возможность выкупить себя. Чужому же продать ее, он не властен, изменив ей. Да. То есть, она имеет право выкупить себя, обратиться за это желание женское в мужское, самостоятельное. Да. И таким образом продолжать действовать. Коиск-квоиск другого. Да. Есть желание, которое относится к Малхут, есть желание, на которое относится Малхут, включенное в Бину, есть наоборот Бина, которая включена в Малхут. И вот тут на перечении этих желаний происходит эта игра. То есть, у нее есть такая возможность. А если он предназначит ее сыну своему, то должен поступить с ней по закону, как с дочерью Израиля. Да. То есть, если он предназначит ее сыну своему. То есть, вполне возможно, что у него появится из его свойств такой экран более нищего уровня, который сможет подходить этому желанию, работать с этим желанием. С дочерью. Называемая дочь. Называемая дочь. Когда мы рассматриваем нашу душу со всеми вот этими 613 желаниями, и как они между собой взаимно исправляются, взаимно связаны, как все клетки нашего организма, то то, что говорится в Торе, это говорится о очень-очень общих таких вот принципах. Это говорится просто для общего описания картины. Но когда человек проходит эти состояния, то у него нет слов. Так же, как и вообще даже в наших земных глубоких чувствах у нас слов обычно не бывает. Мы говорим что-то такое, мыкаем, но да-да, и не более. Так вот, и получается, что, и говорится причем такими словами, потому что по аналогии в нашем мире, так получается, я полностью привязан к другому человеку, я называюсь его рабом. Понимаешь, в эгоистическом языке это звучит отвратительно, а в альтруистическом языке это звучит восхитительно. Раб-творца, да, понимаешь, так что, ну вот раб-творца это раб Божий, что называется, когда говорят, но это же потому что есть какая-то аллегория, а если бы ее не было, вот типа вот продал, купил, раба, дочь. Вот так и читают, между прочим, поэтому, когда мы сейчас проходим, мы делаем большое дело, мы человеку раскрываем глаза, он начинает по-другому смотреть, потому что все обвинения вокруг этого и существуют. Человек, когда смотрит через свое я, он когда слышит раб, я раб. Нет, и вообще, если через свое я смотрит, то вся тура это самая нацистская книга? Ну да, нет, то, что говорят о Шурхана Руха, об этом накрытом столе, это вообще просто подарок для антисемитов, это все. Они просто говорят, что смотрите, что они делают, а что они делают с неевреями и так далее, пока человек не начинает понимать, что это его работа. Ну тогда немножко мы дочитаем все-таки это. Если другую возьмет себе, не должен он лишать ее пищи, одежды и супружеской близости. А если он трех этих вещей не сделает для нее, то выйдет она даром без выкупа. То есть, если другую он себе возьмет жену, как бы, да, тут говорится? Нет, это говорится уже о жене. О жене. Да. Да, если другую себе возьмет жену, то не должен он эту, да, лишать всего, что она ела. Ища одежды и супружеской близости. И даже супружеской близости. Обязательно. Да? Да, конечно. Потому что иначе нет исправления. Какое же может быть исправление без супружеской близости? Ну, в наше время, в нашем мире это другое дело. А вообще были законы. Нам кажется, что даже вот эти гаремы, да, что там, или много женства, что там десяток, там. Ну, царь Соломоний говорил. Да, там тоже говорят. Тысячи жен. Конечно. Это все понимается так. Вот. Так считается, что там вообще, там очень четкие серьезные законы. Законы царей. Это все было системой исправления, да, такие желания. Нет, и вообще, даже не у иудеев вообще говорить нечего. Там мы поговорим как-нибудь. О законах этих многоженства. То это было серьезное обязанство. То есть даже в восточных народах, когда брали гарем такой, то это было серьезное обязанство перед каждой из жен. Да, это была субординация очень жесткая. И там все это было построено таким образом, что все это поддерживали жены сами, кстати говоря. Это потрясающе вообще. Это какое-то совершенно исправленное состояние, которое представить вообще невозможно. Как это существует без зависти, коварства, без ножа в спину другой. Как может существовать гарем? Вот это непонятно. Это любимая жена, это нелюбимая. Нет, все наоборот. А оказывается, они были счастливейшими еще женами, оказывается. Мы не знаем свойство женской природы. Мы его не знаем и не умеем им управлять. Даже так? Да. Мы сейчас заканчиваем, просто мне, как всегда, не хочется останавливаться. Мы так очень хорошо двинулись по законам этим. Дорогие друзья, еще очень много законов. Я надеюсь, что доктор Лайтман нам объяснит. Нет, законы относительно жен, то, что здесь говорится, это мы должны будем поговорить абсолютно особенно. И это интересно очень много. Что значит не лишать ее одежды, пищи, супружеской близости. Что значит вообще брачный договор, это соглашение. Что значит, что ты вводишь еще одну жену. Да, и он записан, этот брачный договор, скреплен, так сказать, подписью уважаемых людей. Такого вообще не было у человечества. А здесь говорится о том, что существует у нас уже почти 3000 лет со времени дачи этих законов. То есть, обратите внимание, здесь нет понятия развода. И что там жена потом просит, и не знаю, такое содержание. Это очень сложное дело. Здесь все у вас, и пенсия, и все, и все обеспеченность будущей жизни этой жены. Да. И не лишают ее. Так она до конца живет в благости, и вот в этом покрытии мужа, как бы, под тенью мужа. Обязан. Многие, может быть, даже... Если нет, то тюрьма. Мужу. Да. Ну, сейчас мы доберемся до этого похоже. Ну, все, спасибо большое. Дорогие друзья, мы заканчиваем нашу передачу. Дальше о тюрьме и обо всех других законах поговорим в следующей передаче. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok